Здравствуйте! У нас для вас есть просто хорошие новости. Подборка по-настоящему добрых и милых сюжетов, призванных порадовать вас и поднять настроение. Только сплошное добро в эфире НТС. В студии София Драговоз. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА По сути, это первое подобное сотрудничество, которое вылилось в столь замечательный фотопроект. Книга получила название «Внутреннее пространство. Визуальное исследование МКС». И это, пожалуй, самый подробный фототур по станции, который может увидеть обычный человек Земли. Сам фотопроект проходил следующим образом. Миллер не отправлялся в космос. Он Земли помогал космонавту фотографировать. Миллер досконально изучил МКС изнутри с помощью Google Street View. И, используя этот сервис, помогал несполе выстраивать композицию. Фотографии обработал Миллер на Земле. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Противоречивое отношение к летучим мышам началось уже после публикации романа Дракула Брэма Стокера. До этого в Европе к рукокрылым относились спокойно. Кроме того, встретить летучую мышь было сложно. Они исключительно ночные жители. В Китае же летучие мыши всегда символизировали удачу. С развитием городов и освоением ранее заповедных земель этим существам стало угрожать вымирание. Проблему пытаются решить на уровне ООН. А на территории европейских стран давно существует соглашение об охране летучих мышей. В Австралии за дело спасения летучих мышей взялись волонтеры. Благотворительная организация Bats Queensland спасает и выхаживает пострадавших рукокрылых. После периода реабилитации и лечения их возвращают в дикую природу. Сосредоточившись на двух основных группах – летучих лисицах и, собственно, летучих мышах, волонтеры также стараются рассказать обществу о важности этих млекопитающих. Специальную группу добровольцев часто вызывают, чтобы помочь летучим мышам, застрявшим в колючей проволоке или фруктовой сетке, что может привести к серьезным травмам. Организация, существующая за счет пожертвований, помогает животным вернуться в форму. Однако недавно волонтеры фонда поставили себе новую цель – повысить осведомленность общества о летучих мышах и разрушить некоторые стереотипы. Через группу организации в социальных сетях. На своей страничке в Инстаграме они делятся множеством фотографий этих очаровательных созданий. Под каждой фотографией волонтеры рассказывают о том, как эти существа оказались на их попечении и чем можно помочь. Волонтеры фонда не устают рассказывать, что летучие мыши – уникальные летающие млекопитающие. Они играют важную роль в поддержании устойчивой экосистемы. Калимантанский орангутан, обнаруженный активистами на одной из пальмовых плантаций в Индонезии, благополучно вернулся в дикую природу. Калимантанский орангутан по кличке Бонцел вернулся в дикую природу. Об этом сообщили активисты, обнаружившие примата на территории плантации, производящих пальмовое масло в индонезийской провинции Западный Калимантан. Бонцел и четверо его собратьев пробрались на ферму в поисках пищи. Он оказался самым упрямым из этой компании. Другие орангутаны легко пошли к людям и были перевезены в безопасное место. Бонцел и ветеринарам пришлось усыпить для транспортировки. Специалисты сочли, что его возраст от 30 до 40 лет. Орангутан в хорошем состоянии. Он был стабилен, пока мы его везли. У него был немного поврежден правый мизинец, но находился в процессе заживления. Так что все прошло гладко. По данным Всемирного фонда дикой природы, численность калимантанских орангутанов за последние 60 лет сократилась более чем в два раза. Потери среды обитания из-за лесозаготовок и незаконного браконьерства продолжают угрозу этому виду. Многие виды животных преданы человеку и помогают ему в ведении сельского хозяйства. На большой ферме без таких подручных просто не обойтись. Пастущие собаки – один из самых первых помощников человека. Они обучены пасти овец, собирать стадо, направлять его в нужное место и пригонять отбившихся животных. Это древний с начала времен заложенный в собаке инстинкт. Несказанно облегчает работу пастухам. За день они набегают десятки километров. Кроме выносливости и отличного здоровья, от них требуется еще и дружелюбие к другим живым существам. Четкое выполнение команд пастуха, отсутствие агрессии и выдержка определяют пастущих собак. Многие породы владеют нужными качествами с рождения. Профессия пастуха у них в крови. Другие же вливаются в процесс лишь спустя некоторое время. Помимо помощи своему хозяину в выпасе животных, собаки отгоняют хищников. В местах, где водятся волки, благородные псы часто вступают с ними в сватку. Есть истории о том, как псы спасают целые отары и возвращают животных через неделю после их потери. Преданность делу и сообразительность пастухих собак облегчает нелегкий труд фермеров. С такими охранниками можно не беспокоиться за животных. Продавец свежевыжатых соков Рами Аль Сарафанди из Иордании впечатляет клиентов своими удивительным мастерством художественной резьбы по фруктам. На кадрах можно увидеть результаты трудов Аль Сарафанди. На фруктах выграверны тонкие и замысловатые узоры, а также реалистичные портреты. Он признался, что заняться кулинарным карвингом решил случайно. Сначала просто хотел добавить немного творчества в свой ежедневный рабочий процесс. Я подавал фруктовые салаты клиентам, а потом решил развить свои навыки. Я поискал в интернете идеи и узнал про резьбу по фруктам, а также резьбу по дыням и овощам. Мне понравилась идея, и я продолжил искать, пока не нашел то, что хотел. Хотя он столкнулся с трудностями в подборе подходящих инструментов, начинающий мастер кулинарного карвинга нашел их и теперь использует, чтобы делать произведения искусства из всех видов фруктов и овощей. Аль-Сарафанди мечтает открыть свои собственные курсы кулинарной резьбы в Омане. Я хочу создать центр, чтобы научить людей вырезать картины из фруктов, чтобы это искусство стало в Иордании так же популярно, как в Таиланде и Китае. Там существует много кулинарного карминга. А на сегодня это все. Смотрите подборку добрых и милых сюжетов по будням сразу после вечернего выпуска Севинформбюро и в течение всего дня. Всего доброго, будьте здоровы и больше улыбайтесь.